СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Рождество Христово счет годам ведет. Этот праздник снова в каждый дом идет. И несет с собою радость детских лет. И над всей землей проливает свет. Пусть любовь святая всех нас бережет. Будь благословен ты! Рождество приход! С великой радостью поздравляем вас. Со светлым праздником Рождества Христово. Желаем вам здравия душевного и телесного. С Рождеством Христовым! Спасибо. Спасибо. Вот это от нас с ладыкой вам небольшие подарки. Для кого-то? Да, для нас. Что? Да. Ну, спасибо. Праздником вас. Душевного и телесного здравия. Спасибо. Продолжение следует... Многоважаемый Александр Григорьевич, мы рады, что вы разделяете радость праздника в этом уютном храме. И просим обратиться со словом к собравшимся. Дорогие друзья, я традиционно, прежде всего, хочу поздравить всех вас с этим светлым, ярким, добрым и долгожданным праздником. Во-вторых, спасибо вам за приглашение. Я очень ценю посещение вот этих маленьких, деревянных, очень душевных наших храмов. Вот здесь, мне кажется, и вся истина белорусского народа. В прошлом году, встречаясь в этот светлый день Рождества Христова, мы как раз в нескольких фразах и словах говорили о годе прошедшем. 20-й год для нас был очень непростым, но весьма полезным. И мы тогда надеялись, что истекший 21-й год будет обязательно лучше. Ну, давайте будем искренни. Он был непростым, простых не бывает и не будет никогда, но он все-таки был лучше, чем 20-й. Но как 20-й для нас также был поучительным, он был уроком для нас. Говорят, в храме не врут. Я придерживаюсь этой практики и тактики. Если сказать нечего, то и говорить не надо. Поэтому я придерживаюсь той практики, что здесь надо говорить искренне, от души и правду. Год был непростым. Еще раз подчеркиваю, это был уроком для нас. У нас было время проанализировать все, что мы сделали, плохого и хорошего. И если уж совсем искренне я прихожу к тому, что он все-таки нас предупредил, что мы не совсем правильно живем, что мы не совсем правильно поступали и поступаем в целом. Не только президент, власти, но в целом мы, народ. Поэтому он нас предупредил, если мы и дальше будем так жить, мы столкнемся с очень большими проблемами. Одна из проблем, с которой мы уже имеем дело, это пандемия. Но благо, прошло время, и мы с вами сделали определенные выводы, и не только мы. Будучи тогда одними, в мире сейчас нашим путем пошли все. Ну, это же не принято говорить. Мы оказались правы. Оказались правы в том, что, ну, конечно, мы не ахти какие богатые. У нас нет тех ресурсов, которыми обладают известные страны. Но нам удалось в прошлом году, даже наши невероятные говорят о том, что экономика совершила невероятное. Все в мире рухнули, а Беларусь держится. Держится потому, что мы и 20-й, и 21-й год, сжав зубы, держались. И, наверное, он нам помог в этом. Только идущий может преодолеть тяжелую дорогу. Вот этим характеризовался прошлый год. Мы преодолели, вроде бы, все невзгоды. Вокруг нас произошло то, о чем я много раз говорил. И вот последние события, они очень нас настораживают. Мы очень беспокоимся за то, что происходит у нашего одного из главных союзников. Казахстан вспыхнул. Это страна, с которой связывает нас договор о коллективной безопасности. У нас есть соответствующее военизированное подразделение, которые в резерве находились несколько лет, обучались. Это миротворческие силы, которые вместе с нашей братской Россией были переброшены в Алма-Ату. И наши ребята сегодня вместе с россиянами пытаются сблизить позиции сторон. Мы это переживали. И я всегда предупреждал, как только мы допустим какую-то трещину, туда хлынет вода. Святое место ведь пусто не бывает. Так и произошло в Казахстане. Этим воспользовались иностранные бандюги. И рынулись прежде всего в процветающий юг. Вы скоро увидите, это была и есть попытка иностранного вмешательства. Сейчас надо разобраться, кто за ними стоит, этими бандитами. Отрезать юг Казахстана. Поэтому юг Казахстана так важен для нынешней власти, нынешнего президента Казахстана. Это его, кстати, родина. Идет противостояние. Я подозреваю, что все там уже идет на спад. Потому что направление вот этого контингента нашего туда, вместе с Россией, подключится и другие государства до КБ. Все-таки отразляюще действует на тех, кто решил там погреть руки. Я это говорю тому, что за это схватились наши беглые за границей. И пытаются на этом и раскачать вас, народ. Что вот видите, мы чуть ли не воюем за Казахстан. Ну мы не воюем ни за кого. Там всего лишь одна рота наших военнослужащих, миротворцев. Мы проинформировали Организацию Объединенных Наций, что мы будем помогать наладить мир. Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы люди мирные. И наши военнослужащие также мирные люди. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им. Там погибло море людей. Еще никто не знает сколько. С одной и с другой стороны. Там отрезают голову полицейским и военнослужащим. Значит уже черты террористических организаций, которые засветились и в Афганистане, и в Сирии, и в Ираке. Сейчас надо остановить братоубийственную войну. Этим мы и занимаемся. Тем, кто пытается на этом нагреть руки, что мол наши там люди, хочу сказать. Вот попросту. Я хочу, чтобы вы имели в виду, что Казахстан наша экономика. Мы больше миллиарда долларов торгуем с Казахстаном. Мы туда продаем огромное количество товара. И если мы не будем вместе с этим народом и с властями, нам там после этого делать нечего. Нас просто туда не пустят. И правильно сделают. Истинные друзья и союзники рядом. Я даже не говорю о юридической стороне дела. Что мы должны соблюдать международный договор. Мы связаны пять государств международными соглашениями. Но главное, как ты к своим друзьям, так и они к тебе. Просто и понятно. Я должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государством, как мы в одиночку, не просто будет трудно выжить, будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить нашу суверенитет и независимость. Чтобы мы были государством, но мы были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Не важно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может. И нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести. Автокефалию, раскол нашей церкви и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей. Казахстан – это попытка атаковать постсоветские государства по периметру России. Им нужно утопить в крови Россию. Еще раз повторяю. Если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Вот через нас просто перешагнут, как я говорю, в жерновах перемелет и выплюнут. Поэтому, чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только. Те земли, которые сегодня находятся в составе Российской Федерации. Вот и вся философия. Я хочу, чтобы вы это понимали. Для нас очень важно остаться независимым государством, управлять своей страной, жить мирно и спокойно и дружить, быть в теснейшем союзе с нашими соседями, с теми, кто хочет с нами жить вместе и кто нас понимает. Поэтому начавшийся год будет очень сложным. И нам нельзя ни в коем случае ошибиться. Если только мы, идя по лезвию ножа или по тонкому льду оступимся, мы рухнем. На это будет нацелена вся наша политика. И основой этой политики будет наша нравственность. Мы должны наконец понять, что жизнь – это не только чрево набить и все остальное, выходящее из этого. Мы должны понимать, что есть некая нравственная основа, прежде всего, патриотизм, любовь к своей земле. Во имя чего мы должны жить и воспитывать наших детей. Давайте подумаем о детях. Это главное. Это основа нынешней нашей политики. Мы недавно утвердили государственный бюджет. 45-47%, а может целых 50% мы направим на социальные нужды, на образование, на здравоохранение, на культуру, на спорт, на нравственное воспитание наших людей. Вчера мы с этого и начали, говоря об исторической политике нашего государства. Мы должны наконец-то людям сказать, откуда мы, и что вокруг нас нет тех государств, которые имеют более древние корни, чем мы. Мы должны сказать людям правду, которую стеснялись из-за политики говорить раньше. Это очень важно для нравственного воспитания и для понимания того, кто мы и откуда мы. Я очень надеюсь, что наша церковь окажет властям, нашим государствам, серьезную поддержку. Тем более, что это ни в коем случае не противоречит канонам нашей церкви. Это то, о чем церковь говорила и проповедовала всегда. Очень на это надеюсь. И буду благодарен всем нашим священнослужителям за эту большую работу, хотел сказать, поддержку. Никакая это не поддержка. Это власть и церковь должны делать в нашем государстве для всего народа. Для этого мы предназначены. Будет государство, будет и власть, будет и церковь. Потеряем его, не будет ничего. Вернемся к тому, что было несколько веков тому назад. Поэтому рассчитываю на вашу также поддержку и ваше понимание. И в очередной раз вам обещаю, я вас не подведу. Вам за меня стыдно не будет. Говорят, деньги любят тишину. Политика также любит дипломатия. Но я найду возможность всегда объяснить вам свои действия и поступки, как всех тех, кто мне подчинен в нашей стране. Надеюсь на вашу поддержку, благоразумие и ваше терпение. Не торопитесь. Если чего-то не понимаете, только не торопитесь. Это главное. Не спешите, как в нашем народе говорят. Время все расставит на свои места. Так как было с 20-м годом, так как было в прошлом году, мы стали другими. Мы очень многое понимаем. И слава Богу, что это свершилось. И мы наконец поняли, оценили, что мы могли потерять. Поэтому давайте будем ценить то, что у нас есть. Давайте будем ценить то, что Он нам дарует и от чего Он нас уберегает. Сегодня светлый, добрый праздник. Такие вот, как все вы пришедшие, здесь улыбающиеся. Поэтому я вас хочу от всей души поздравить с этим добрым, светлым праздником. С Рождеством Христовым. Здоровья вам. Счастья. Всего доброго вам, вашим детишкам. Традиционно это нелегкая икона, но я вам ее дарю для того, чтобы в этом красивом храме она нашла свое место. Это Александр, понимаете? Ну и это вам традиционно белые цветы. Спасибо. Многоважаемый Александр Григорьевич, дорогие братья и сестры, приветствую вас, паки, с праздником, с Рождеством Христовым. И в этих словах, которые прозвучали, Александр Григорьевич, вы лишь малой части поделились теми мыслями и переживаниями, которые приходится иметь вам, как руководителю государства, в эти святочные праздничные дни. Много было сказано то, что дает ответы на вопросы сегодняшней жизни. И со стороны Церкви хочу сказать, что мы стараемся по различным направлениям взаимодействовать с государством. Но, несомненно, можно сделать больше, и мы будем стараться сделать больше, и будем выходить с инициативами. С другой стороны, и когда по линии различных министерств и ведомств, и с вашей стороны звучат какие-то предложения, соответственно, мы готовы подключаться, и все это во благо нашему Отечеству, которое мы любим и хотим, чтобы оно сохраняло свое нынешнее состояние и развивалось в добром направлении. В праздничные дни, святочные, рождественские, принято так дарить подарки. Дарить подарки, тем самым подражая волхвам, пастушкам, которые пришли в вертеп поклониться Спасителю мира, который явил такое большое смирение и любовь к человеческому роду. И мы видим, что мудрецы из Персиды, из нынешней территории Ирана, пришли поклониться Творцу, и пришли простые пастухи. То есть от мудрецов до простецов весь человеческий род прославляет Спасителя мира. И мы имеем многовековую историю прославления Творца жизни со Христом. И опираясь на это духовное наследие, мы, несомненно, выстоим и сможем многое сделать для ближних, для нашего Отечества, для того, чтобы Беларусь процветала, и небольшое наше государство, но свидетельствовало о том, что мы имеем внутреннюю силу, которую подает нам Господь, о том, что мы едины о Господе и готовы проявлять вот эту любовь и к ближним, и к дальним. И в этот праздничный день позвольте также, многоважаемый Александр Григорьевич, вам преподнести в дар икону вот этого храма, в котором мы сегодня пребываем, просим принять, а также книгу, которая имеет прямое отношение к этому приходу, и вот книга, которая посвящена возрождению этой древней обители. Спасибо, спасибо, с праздником вас еще раз. Со святым. Спасибо. Раздайте детям, пожалуйста. Это отменяют ладыки. Кто попробует, будет очень здоров и счастлив. Раздайте детишкам. Раздайте детишкам. Спасибо вам. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Успехов вам. Спасибо. Вот видите, и солнышко нам. Спасибо. Спасибо. С праздником вас, преждеском прихом. Здоровья вам. С праздником вас. Спасибо. Будьте used to. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин